Пламя мира – часть подготовки ко вторым европейским играм, которые примет Беларусь этим летом. Эстафета огня стартовала 3 мая в Риме, а её путь по территории нашей страны начался с Бреста 12 числа. Бобруйский европейский огонь прибудет 3 июня. В 5 часов вечера на площади Ленина факел передадут руководству города. Могу сказать, что я горд, не только я, но и все работники отрасли, что доверили Бобруйску, чтобы эта эстафета прошла и через наш город. Потому что действительно город с большими традициями спортивными, и я думаю, это даст ещё дополнительный толчок популяризации развитого вида спорта в городе Бобруйске. Факелоносцами станут наши именитые земляки – Руслан Ольхно, братья Богдановича, Вячеслав Хоронека, Евгений Лось и другие. Сам пробег пройдёт по улицам Пушкина, Карла Маркса, Социалистической и Минской. Финальной точкой маршрута станет Бобруйск-арена, где пройдёт галоконцерт и награждение лучших спортсменов. А ещё Пламя мира побывает на предприятиях. 4 июня делегация посетит Красный пищевик и Белшину, а затем проследует Бобруйский район в СПК «Гигант». Что же касается участия бобруйских спортсменов в Европейских играх, пока известно, что туда отправится больше 10 человек. Сегодня речь идёт о шести видах спорта. Гребля на байдарах и каное, борьба женская вольная, самбо, пляжный футбол, велоспорт и под вопросом бокс. Сейчас идут тестовые соревнования. Весь маршрут от Рима до Минска, а это примерно 7700 километров, Пламя вторых европейских игр преодолеет за 50 дней и побывает в 55 населённых пунктах разных стран. В общей сложности в эстафете примут участие 450 факелоносцев, среди которых люди спорта, культуры, науки, общественные деятели, а также волонтёры и хранители огня. Завершится Пламя мира 21 июня на стадионе «Динамо» на церемонии открытия вторых европейских игр. Людмила Любинцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.